Ну а само развитие, как ты в этом плане видишь? То есть, вот как к этому прийти? Клайм там и так далее? Создать Тельян, да? Элементарно. Как это сделать? Мы сейчас наращиваем корпорацию, наращиваем количество людей, обучаем, даем им денежки, даем им корабли. Сейчас мы пошли повоевать, поучиться драться, постоять за себя. Поднимаем капитальную группу. Почти все бабки мы тратим на капиталы. Люди, которые получают капитальный доступ, получают сразу три корабля. Мы никогда не останавливались в вербовке. Всегда мы зовем людей к нам, потому что нас интересно, нас много. Мы всегда идем вперед, с нами не скучно. И придет день, когда у нас будет чем-то 250 в флотах. Вот тогда мы соберемся с дружным коллективом и подумаем создать Альянс и попробовать себя конкретно воина за Клайм. Я понимаю, многие скажут, у вас шансов ноль. Да это у них тактика очередная, потому что, знаешь, постоянно указывать, тебе на твое место. Как вы малы, как ничтожны ваши жизни в этой безграничной галактике. Люди судят по себе, поэтому я думаю, это они говорят о себе. Весь путь, который мы прошли за два года, вот это первый Альянс, который нам палки в колеса не ставит по развитию. Я открыто говорил на гипножабах, что мы рано или поздно вырастим в Альянсе. Я уверен, что руководство тестов знает об этом. Они нам палки в колеса не ставят вообще. Хорошо, вот я сейчас слышал про корабли, про большие. Потому что, Настя, что уже все налажено или все-таки нужно ее налаживать, чтобы вот этими кораблями обеспечить? Ну, снабжение армии, оно же должно быть? То есть этот пункт уже как бы готово, все в порядке? В этом плане у нас было готово все еще в октябре, наверное, не раньше. Мы полный цикл производства всего уже сделали, полностью все, что можно по производству. Мы втыкали Риги, установили Цитадели, строим все. Производство на 98%. А что упирается в количество людей, необходимых на вылетах? Ну вот смотри, какой у меня план? Понятно, можно искать союзников, чтобы создать Альянс и объединяться. Но это на самом деле неэффективно. Во-первых, это долго, ненадежно. То есть гораздо быстрее создать своих, набрать их, то есть вырастить, подготовить и так далее. Поэтому вербовка в первую очередь. Ну, максимально. То есть популяция должна быть молодняк, то есть его растят, да? Это святыня святых. Но это не единственный шаг. Дальше Цель направится на русскоязычный и другие Альянсы. Корпорации, организации, неважно. Чтобы с ними объединиться, перетаскиваться к себе и приветствоваться полноценно, как член семьи. Тем самым увеличивая свои ряды. Почему? Потому что коммуникации, русский язык проще общаться. Поэтому они, то есть, приоритет. То есть вербовка, они захват. Ну и просто эти вот таймера. Пока до определенных размеров не вырастим, не получится бодаться, например, с америкосами, к примеру. Другой момент, агентурная работа. Это внедрение в корпорации по-хорошему, слияние их, присоединение, да? Как бы незаметно, ненавязчиво. Ну и агрессивное. То есть по-хорошему, опять же, не получается. Ну, занять там должности, поджать корпу. Ну, как бы все методы. Ну и дипломатия. То есть самый дешевый, самый, в принципе, рациональный выбор. Без него тоже никуда. То есть нормально, хотеть, предлагать, общаться. Но в первую очередь, все-таки сила. Потому что, как та же история показывает, опыт, демонстрация той же силы решила большинство различных конфликтов до кровопролития, до еще начала каких-то боевых действий. Все верно. Сила в клаве нулях это главный инструмент выбежит. Я хочу что сказать. То есть, если в целом брать, как же мы потом, когда будет альянс, что мы будем делать, что будет добиться превосходства в клаве нулях, как минимум. Мы будем целенаправленно с помощью силы воздействовать на различный альянс. Ну, опять же, верно сказал русскоязычный. Просто мы будем показывать, что мы сильнее их и лучше. И забирать их просто к себе. Мы сохраним все офицерские должности. Да, да, да. Потому что они грамотные люди там сидят. И с верой со своей, и со стаминой крутой. Мы просто заберем их в нашу большую дружную компанию. Я уверен, работы будет очень много на офицерском уровне. Если они к нам придут, то доверие, я думаю, к ним тоже не будет подорвано, а если они будут с нами. Постепенно мы поглотим всех. У нас будет покрыта полностью вся тайм-зона. Полностью. Почему бы их всех тоже не объединить вместе с нами? У нас не будет проблем, во-первых, что я говорил, когда куча от СЭО укаживает, свое мнение укаживает, свое ЧСВ и прочее. Вместо того, чтобы заниматься делами и делать дела, ты будешь решать внутренние свои проблемы каждый дневно по 5 часов. Нахрен надо? Ты лидер, у тебя есть лидерские качества. Раз ты в свое время альянс создавал, держал его столько-то лет, понятное дело, никто не спорит, у тебя есть лидерские качества. Мы просто направим их в нужное русло. Ты будешь заниматься тем, что тебе нравится. Тем, что вместе мы будем с ними и семей. Пересвет, а что ты думаешь по поводу отношений между русскоязычными организациями? Это мое сугубо мнение. У нас, я думаю, целенаправленно просто расшатали. У нас нету сейчас единства вообще. У нас есть два больших головных альянса, типа древних. Все остальные очень мелкие, как бы там, ну просто ты там знаешь их название, но по факту у них нету перспектив. Вообще. Что-то там возюкаются своим, занимаются у них там свои интриги, там, короче, расследования. Мы будем их объединять. Кого-то силой, кого-то убеждением. Всех заберем к себе. Хочу добавить эти, как сейчас у нас модно, аренда, аренторские альянсы. Я вообще считаю это раковая опухоль. Я это буду искоренять. Почему? Мы начинали с того, что стало тесно и надо было выбирать дальнейший путь развития. Практически все системы всех альянсов были либо аренторами «плати бабки», либо «иди летай на катар». Люди летали по 5, по 6 КТА, вообще непонятно куда, непонятно, зачем это я сам заставал, я сам летал. Пришел с работы, сел на мочалку. И полетел на их КТА. Да, дали ДЭС, ты все, короче, стартанул. Шести вечера до 12 ночи, блин. Куда летал, зачем там, прилетел, постреляли, бой не дали, улетели, что, зачем, почему, вообще непонятно. Я тогда понял, что, ну, моя Карпа там сгинет нахер, я не смогу там. Блин, ну, куда идти-то? По старому знакомству одну систему тупиковый попросил для нас, в общем, там, за нее даже полцены платили, спасибо, ребята. Мы туда заехали. Рентерство само по себе, оно что подразумевает? Ты покупаешь себе Space, 2-3 системы, все, ты в них царь и бог. И вот здесь начинается самое страшное, что там происходит. Я Еву не хотел включать. У меня по 20, по 30 писем было от всех вот этих SEO, которые покупали себе системы. Ваш пилот пролетал мимо нашей системы, разберитесь, чтобы преть этого не повторял. Другой пишет, ваш пилот датку нашу, блядь, засканил. Господи, это, ну, что за ужас? Мы продолжили там вербовать и развиваться дальше. И это всем соседям не понравилось, естественно. То есть он там, у них костяк собрался, 5-6 человек, ну и все, они заинду платят, все как-то там, своими делами занимаются, он пока. Им это не понравилось. Типа, вот, ля, сколько их много там. Там все параноики, все боятся плюс атаку там, потому что если тебя поймали, тебя не спасут, ты сдохнешь вообще стопроцентно практически. Ни дефа нет, ничего нет. Там боятся всех, даже тень свою, блядь, из союзников. Ну, то есть помощь не придет, ее нету просто, да? Да, просто людям надо показать, что рента, это не тот путь развития. Не страшно быть в большом и сильном альянсе. КТА, безаловки, вот это вот все, засрали мозги, ты вступаешь в большой альянс, тебя будут заставлять там пахать, с утра до вечера, это херней заниматься. Ты у них летаешь, два раза выгоним нахрен. Либо вот это вот, копают с флотом, короче, а потом получают зарплату. Но когда флот не летает, можно самому себе на карман копать. Это стереотипы, стереотипы мышления. Мы ломаем эти стереотипы, уже многие из них мы поломали. Можете открыть информацию по кивбарде. Через месяц-два мы топ-1 были в каждом из альянсов, где мы были. Появку на КТА и по ПВП, пожалуйста. Наши методы работают эффективно. По поводу колоний, колонии не альянсов рентгарских. Лично я вижу, как территории захватываются, ну, если нужно, карпа там создается, если нужно, но она не принадлежит человеку. В корпорацию директором ставится человек. Потому что если он вдруг начнет ебалом ворочить, ну, как бы ногой под жопу ему и все, она его место другого поставила. То есть не нравится, если тебе такой вариант, ну, у нас найдутся люди, кому понравится. Я могу найти людей, которых устроят вот эти вот условия, они будут нормально это все развивать, все это делать, все у них будет хорошо. Я смогу им в открытую прямо сказать, да, это вот делается вот так вот, потому что просто спокойнее нервы. Другого способа я пока не нашел. То есть в таком плане, то есть либо ты становишься частью колонии, то есть не союзника, а конкретно полнополноправленным членом семьи, либо тебя съедают. Все. Все верно. По-другому у нас невозможно людей собрать вместе. Как вот сделать так, чтобы, например, голова не болела, все было хорошо? Демократию устраивать нельзя. Начнется пиздец. Потому что демократия работает только в том случае, если есть люди, которые могут ее защищать. То есть есть какие-то силовые структуры, которые наручники оденутся, всему посадят. В Еве этого нету. Скажу так, это делается узконаправленное делегирование полномочий. То есть есть большая команда офицеров-директоров, но у каждого из них определенный участок деятельности. Если человек решит, что все, вы не надоели, вреда он сделает мало. Мне хватило терпения два года как бы день в день играть и подымать. Ты думаешь, я остановлюсь? Я никогда не остановлюсь. Альянс создал. Деву захочу. Буду играть.